Больше полутора месяца продолжаются ожесточенные бои на Дебальцевском направлении. Линия фронта проходит в районе поселка Фащевка, села Круглик и буквально разрезает поселок Никишино. Именно туда мы, группа военкоров, направились, чтобы на месте ознакомиться с положением дел на этом стратегическом направлении. С горем пополам мы добрались до роты байкера, который днем и ночью ведет уличные бои за каждый дом, за каждую улицу. Машина, на которой мы выдвинулись на позиции, словно не хотела вести нас на передовую. Не, не, дверь нормально закрылась. Нет, что такое? Давай, давай. Что там с машиной? Неизвестно. Или аккумулятор, или стартер. Отлично. По приезду в штаб мы долго общались с байкером. Из разговора с ним выяснилось, что под прикрытием миссии АБСЕ проходила ротация вражеских сил и стягивалась техника. Запускали якобы под миссией АБСЕ, запускали мирных граждан обратно в их дома, под прелом, ну там вещи забрать, еще что-то, запускали колонны по 10 машин. Ну и устроили это не в один день, а запускали их каждый день на протяжении недели. И пока мирные собирали вещи, находились на территории Никишино, естественно, никаких боевых действий здесь не велось. Все это время они дружно рыли окопы, укрепляли блиндажи, меняли позиции, зарывали технику. Это они делали под прикрытием АБСЕ? Ну, получается, под прикрытием мирных, а мирных вводили якобы с разрешения, да, то есть АБСЕ. Звонили нас, предупреждали, что будут мирные. Все наши действия были ограничены, мы не могли никак препятствовать их усилению, укреплению на данной территории. А сами за спиной стягивали силы, да? Ну, подтянули еще броню, подготовили капониры, броня стоит в капонирах, хорошо защищена. После рассказа командира о текущей ситуации выдвинулись на передний край. Именно в этот момент услышали по рации о работе снайпера противника. Замкомандира, позывной Крава, был вынужден отвечать. Вот так. Вот так. Делаю, мы! Вот так. Делаю… Влад. Пустиг. 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 С этой стороны сядь. Сразу вниз. Готовься. Камеру не доставай. Сразу посмотри. Пошли. Ответ был настолько метким, что по группе был открыт шквальный пулеметный и гранатометный огонь. То перебегая, то ползком, укрываясь за чем только можно, мы спрятались в брошенном доме. Тихо, тихо. Тихо, тихо. 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 ВОГ ВОГ Присядьте Ещё ВОГ ВОГ, присядьте Пошли ВОГ 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 Разозлились Разбудился Сейчас включено Время капает? ВОГ 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 Мы ВОГ 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 Уходим, потому что они сильно расходились. Теперь прошу обратить внимание, мы потеряли один патрон. Уже рта пошла, смотри. И то, как мы потеряли, далеко. По делу пошел патрон. Да, по делу. Прям куда надо, один выстрел. Вот только что по нам стреляли с БТР. Вначале обстрелились с автоматами «Волгами», потом подъехал в БТР, начал обстреливать по нам с БТРов. Мы возвращаемся теперь обратно. Благодаря грамотной поддержке, подавившей вражеский огонь, группе удалось без потерь вернуться в штаб. Во время этой вылазки мы в полной мере смогли прочувствовать, что испытывают наши бойцы на протяжении уже многих недель. Продолжение следует...